Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире новости региона в студии Виталий Барташевич. 27 декабря в Молодечно прошло масштабное областное мероприятие под названием «Для тебя меньшина», в рамках которого состоялись награждения победителей ряда областных конкурсов, а также лауреатов и победителей областного этапа республиканского конкурса «Молодежная столица Республики Беларусь». Авторы самых ярких проектов в сфере реализации государственной молодежной политики, лауреаты молодежных творческих конкурсов, молодые профессионалы различных сфер народного хозяйства, а также молодежь, активно проявившая себя в общественной и культурной жизни центрального региона, собралась в этот преднагодний день в Молодечно для того, чтобы получить награды за лучшие реализованные проекты уходящего года. Мы присутствовали сегодня на итоговом мероприятии «Для тебя меньшина». И само название говорит о том, что молодые люди сегодня делают все возможное, чтобы своими делами и проектами прославлять нашу родную меньшину. В частности, победителями молодой лидер «Меньшины» стали молодые люди, которые сегодня развивают такие сферы, как культура, образование, здравоохранение, промышленность, научная деятельность, ЖКХ, транспорт, да и много других отраслей. 16 наград нашли своих обладателей в сфере лесного хозяйства. Победителем стал главный лесничий из Ковшинского лесничества Антон Романовский. Чтобы считать себя еще молодежью, решили поучаствовать совместно. Тем более, по тем кредериям, которые предусматривал конкурс, где-то что-то соответствовало. Поэтому приняли участие и каким-то чудесным образом победили. Хотелось бы, конечно, все лучшее, что есть, что возможно сделать, нести именно в своей организации. И, конечно, радно приятно, что я представляю свою организацию и, в частности, Солигорский район. Это вдвойне приятно представлять Солигорский район. А еще среди награжденных, но уже в сфере средств массовой информации, корреспондент нашего телеканала Марина Никитенко. Поскольку я веду средства массовой информации в Минской области, то хочу сказать, что сегодня каналы, как Молодично и Солигорск, являются флагманами в Минской области. В плане средств массовой информации, электронных СМИ. Они сегодня растят молодых и талантливых журналистов для Белти и радиокомпании, для СТВ, для ОНТ. Поэтому огромное спасибо руководителю вашего телеканала и лично вам. В числе тех, кто удостался почетной грамотой от Минского областного совета депутатов и заведующая сектором идеологической работы отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Солигорского райисполкома Наталья Цуба. Любую награду очень приятно получать. Но это очень обязывает ко многому. Работать лучше, развиваться, не стоять на месте. И я очень благодарна за оценку моей работы. Звание лауреата областного этапа республиканского конкурса «Молодежная столица Республики Беларусь» также досталось Солигорску. Наш город разделил это звание с Борисовым, а победителем был признан молодящим. Последние дни 2016 года ознаменовались для телекомпании «Бук ТВ» приятными событиями. 30 декабря сотрудники информационного отдела были удостоены особой награды от Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского обл. исполкома. Торжественную церемонию принимал общественно-культурный центр. Воспитание активной, талантливой и инициативной молодежи – приоритетная задача для всех организаций и объединений, работающих со школьниками и студентами. Ведь от того, какую поддержку и помощь получат юноши и девушки в начале своего пути, зависит, насколько активными они будут во взрослой жизни. Эта тема стала повесткой встречи представителей Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского обл. исполкома с руководителями наиболее активных объединений региона. Участники открытого диалога подвели итоги года уходящего, а также определили перспективное направление для работы на будущее. Очень радует, что у нас на Брещене в этот процесс, процесс воспитания молодежи трудового, нравственного, эстетического, вовлечены множественные структуры. Это прежде всего наши общественные объединения. Они разноплановые, они разнохарактерные. Мне кажется, что чем больше будет такой активности, тем ярче будет молодежная жизнь Брещены, и в принципе, тем динамичнее будет двигаться наше общество, потому что молодежь – это самая активная и самая перспективная его часть. 2016 год для молодежи города Бреста и региона получился насыщенным и интересным. Большое количество самых различных мероприятий принимал областной центр. Особенно активно включились в программу культурные учреждения, праздники, встречи, флешмобы, конкурсы. И это не полный список большой программы. Не отставали от культурных учреждений и спортивные объединения. Сборы, соревнования, турниры и первенства – эти и многие другие мероприятия внесли свою лепту в дело воспитания молодежи. Конечно, есть это лидеры в нашей области, такие общественные организации, как Белорусский Республиканский Союз Молодежи, организация БРПО, ну и, конечно, это самая массовая организация в нашей области. Ну и, конечно, не отстают от них менее массовые, но тоже активные. Это, конечно же, мотоклуб «Золотое крыло» в защиту жизни, семейных ценностей. Безусловно, когда твоя работа оценивается, когда видны положительные результаты от твоей работы, чувствуешь удовлетворение, испытываешь определенное. Можно действительно с радостью отметить тот факт, что нам удалось определенные положительные результаты достигнуть. Порядка 30% отмечается снижение подростковой преступности на территории Брестской области. Еще более приятно отмечать тот факт, что практически в три раза сократилось количество преступлений с участием несовершеннолетних по линии незаконного оборота наркотиков. В торжественной обстановке заслуженные награды получили порядка 20 организаций. А это представители БРСМ, пионерской организации, те, для кого работа с юношами и девушками – приоритетный вид деятельности, специалисты в погонах, сотрудники УВД, МЧС, администрации физкультурно-спортивного общества «Динамо» и многие другие. За особый вклад в реализацию молодежной политики в Брестском регионе свою награду получил и коллектив телекомпании «Бук-ТВ». Памятный знак и диплом займут почетное место в нашей большой коллекции. 23 декабря в деревне Оснежицы Пинского района состоялся новогодний праздник «Вместе чудо сотворим». Волшебная сказка объединила порядка 300 детей Пинщины, которые оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаются в особом внимании общества. 23 декабря на базе районного центра культуры и досугов деревни Оснежицы прошел настоящий праздник «Вместе чудо сотворим». Мероприятие состоялось в рамках новогодней благотворительной акции «Наши дети», которая стала традиционной и проводится в Пинском районе более 10 лет. С каждым годом в ней с удовольствием принимают участие не только учреждения образования, но и все, кто любит детей и хочет им помочь. Сегодня у нас, можно сказать, главная елка района, елка для деточек, которые ждут этого новогоднего чуда. Мероприятие подготовлено силами отдела образования, спорта и туризма, отдела идеологической работы, культуры по делам молодежи. Гостями праздника стали около 300 ребят со всего Пинского района. Это дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей и с особенностями психофизического развития. Мы вас попросили на новогоднюю елку не для того, чтобы вы получили только сладкие подарки, конфеты, но самое главное, чтобы вы знали, что мы, взрослые, сегодня заботимся о вас и желаем вам всего самого лучшего. Мы, взрослые, родные, всегда с вами и всегда мы будем подставлять плечо. Дорогие ребята, я желаю вам еще крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Дай Бог, всего самого лучшего. И еще раз в праздник. Для мальчиков и девочек была организована развлекательная программа «Новогоднее театрализованное представление, в котором добро и справедливость побеждают зло». Никто в этот день из детей не остался без внимания и сладкого подарка. Для них подготовлены не только новогодние представления, их ждут, конечно, сладкие подарки, их ждут мягкие игрушки, которые были собраны волонтерами и членами БРСМ. А кроме того, в этом году мы на новогоднюю нашу елку пригласили тех детишек, у которых были достижения, которые лучше всего себя проявили в уходящем 2016 году. И Белая Русь им тоже подготовила сладкие подарки. Детям больше всяких современных игрушек и гаджетов нужны наши с вами внимания и забота. И новогодние праздники – это хорошая возможность лишний раз подарить им ласку и любовь. Новогодние праздники запомнятся маленьким жителям Ленинского района города Бреста. Причин немало. Уже девятый год подряд, по доброй традиции, представители комиссии по делам несовершеннолетних, управления внутренних дел, а также все неравнодушные посещают детей, признанных в социально опасном положении. Рейдовая группа в 2017-м не забыла прийти в гости и поздравить эту категорию населения с праздниками. Благодаря спонсорской поддержке для детей были приобретены многочисленные подарки. К покупке презентов подошли весьма индивидуально. О том, удалось ли удивить ребят, узнавала наш корреспондент София Бережная. Маленького героя, шестилетнего Ромасова Стюка, зрители нашего телеканала хорошо знают. О воспитаннике социально-педагогического центра города Бреста, оказавшегося вместе с сестрой в учреждении образования по вине родителей, мы рассказывали в наших сюжетах. Отец долго не мог устроиться на работу. В семье на тот момент было четверо детей. Родители ожидали пополнения. Комиссия по делам несовершеннолетних вынесла вердикт – условия содержания не соответствуют норме. Неутешительным финалом стало изъятие детей. Сегодня семья в полном составе. Родители справляются с обязанностями, стараются не совершать прошлых ошибок. Контроль над обстановкой в ситуации, подобных этой, ведется на серьезном уровне. Регулярно, несовершеннолетние, под пристальным вниманием заинтересованных органов. Многодетную семью в новогодний праздник заглянула рейдовая группа. Конечно, очень приятно. Очень приятно, что они забывают и помогают, потому что сами бы, может, даже где-то и не справились. Ну, честно говоря, как оно есть, так оно есть. Как вы сейчас между тем праздником? Расскажите. Праздников. Ждем деток из деревни. Приехать должны. Конечно, самим немножко, да, тяжковато с этим всем. Потому что на всех тоже так не распределишь и не разорвешься. Потому что так как на больничном мне самой тоже сложновато. Ну, все равно стараются мне во всем помогать. Успевайте. Успеваем. Игрушки, сладкие подарки, предметы первой необходимости, подаренные семье, стали приятной неожиданностью как для детей, так и для родителей. Особую радость доставили Матвею и Маргарите Лысюк, воспитывающимся бабушкой и дедушкой. Гости смогли осуществить мечту девочки, подарив ей желанный праздничный наряд. Учли пожелания мальчика. В этом году он получил игрушечный автомат. Очень приятно. Это я даже не ожидала. Очень приятно. Большое спасибо. Большущее спасибо. Даже не думала, что так получится. Маргаритка довольная. В этой семье царят теплота и уют. Это заметно с порога дома. Заботливая бабушка с дедушкой стараются угодить внукам. Не хватает лишь внимания родной мамы, которая уклоняется от воспитания и содержания собственных детей. Мы и за детей платим, в садик оплачиваем, куда надо поесть, какая Маргаритка. У нас пожар случился, крыша сгорела из-за проводки. Не помогла ни грамма, ничего. И вот мы все сами. Ремонт детскую сейчас делаем. Только обои осталось поклеить. На Новый год они, конечно, войдут в свою комнату. Конечно, хочется тепла этим маленьким ребятам. Хочется, чтобы была рядом близкий родной человечек. Насколько возможно, бабушка и дедушка заменяют родных. Поэтому эта семья сегодня признана как неблагополучная. Есть неблагополучие в семье. Сегодня в Ленинском районе города Бреста 156 детей из 121 семьи признаны в социально опасном положении. Статистика из года в год меняется, ситуация улучшается. Случаев, когда родители встают на путь исправления, к счастью, становится больше. Контроль над проблемными семьями с детьми осуществляют отдел образования, а также инспекции по делам несовершеннолетних. Специалисты регулярно посещают дома этих граждан. Активно работает межведомственная комиссия, в составе которой представители здравоохранения, сотрудники МЧС и УВД. Такие визиты – необходимость, каждый из которых подтверждает этот факт. Это как раз, наверное, та категория семей, которой нужен постоянный контроль и поддержка. Если только такого контроля и поддержки не будет, эта семья может опять оказаться в достаточно неблагоприятном ситуации. София Бережная, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». Солигорск стал центром областного новогоднего благотворительного праздника для 740 детей. Школьники из разных уголков Минской области приняли участие в главной областной елке. Возглавил благотворительный праздник председатель Миноблсполкома Семен Шапира. Главный символ наступающего года встречал председателя Миноблсполкома Семена Шапира и главу Солигорского района Александра Риммашевского. Во Дворце культуры сказочное путешествие по выставкам, которые подготовили воспитанники центров дополнительного образования Солигорского района. Система образования Солигорского района недавно подводились итоги коллегии управления образованием. Оно проходило в декабре как раз-то здесь, в Солигорске. Мы смотрели, изучали деятельность всех направлений системы образования и дали достаточно высокую оценку. Система развивается и на уровне дошкольного образования, крепко здесь развивается система общего среднего образования. Здесь много победителей предметных олимпиад, здесь хорошо развит спорт, здесь много творческих проектов реализуется. Вы сами видите сегодня по программам, по выставкам, сегодня мы это могли увидеть. Много внимания здесь уделяется детям с особенностями психофизического развития. И сегодня нам удалось посетить детский социальный приют и вместе с ребятами поводить хороводы. И мы увидели, как здесь любят вот этих маленьких детей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. После игровой программы 740 детей со всех уголков Минской области собрались в зале Дворца культуры. Семен Шапира в своем выступлении отметил одаренных учеников Минской области. Отличников, победителей олимпиад, конкурсов, юных спортсменов. Выразил надежду на достойное продолжение уже заложенных белорусских традиций. И то, что сегодня мы строим красивую Беларусь, которую вы примете, астафету, строительство этого замечательного государства, своих родителей. В этом великая заслуга всех граждан нашей страны под руководством нашего президента Александра Георгиевича Лукашенко, который делает все для того, чтобы у нас на нашей земле Беларусь было тепло и уютно жить. От председателя Миноболисполкома подарки всем детям, которые, в свою очередь, вручили Семену Шапира снеговика, изготовленного руками воспитанников народной студии «Житневый колосок», Центра творчества детей и молодежи, а также открытку с пожеланиями от всех детей Минской области. «Очень приятно то, что он говорил такие слова, которые на самом деле отражают действительность, что мы живем в стране, где нам тепло и хорошо и безопасно. Вот это самое главное. Говорил от сердца, нам очень приятно это. Тем более, что со мной дети, они тоже, наверное, поняли, в какой чудесной стране мы живем. Мне понравилась та злая девочка, которая потом стала добрым». Добрая сказка в завершении праздничного вечера, от которого у детей остались действительно приятные эмоции. «Меня зовут Настя, я приехала с Мариногорки. Мне здесь очень в Солигорске понравилось все». «Сказка мне понравилась. На Новый год очень много подарков, чтобы конфет было побольше». Стоит отметить, что на областной благотворительной елке присутствовали также дети из интернатов, детских домов семейного типа и сироты, которым такая поддержка государства действительно важна. «Я психолог детской деревни Мариногорка. Это СС детские деревни, где живут дети-сироты со статусом сирот. Они живут в семейных домиках с приемными родителями, которые у нас родители-воспитатели работают. Приехали самые лучшие, отличники. Ну, естественно. Все очень счастливы. Вы же видите, да? Всем очень хорошо, все счастливы, всем невероятно интересно, невероятно приятно. Но мы очень благодарны, большое спасибо». В этом году областной благотворительный праздник получил название «Новогоднее путешествие в сказочную страну». Его организаторы создали для детей незабываемую атмосферу с подарками, пожеланиями, играми, сказкой и надеждой на исполнение всего задуманного. Самых талантливых, самых лучших и достойных чествовали на торжественной церемонии награждения «Одаренные молодежи. Молодые таланты Пинска-2016». Мероприятие прошло накануне праздника Нового года в кинотеатре «Победа». Далее подробнее. Три года назад в нашем городе зародилась традиция чествовать самых творческих и одаренных молодых людей на торжественной церемонии «Молодые таланты Пинска». Вот и в этот раз на праздничном мероприятии собрались школьники, гимназисты, учащиеся в средне-специальных учреждениях образования и учреждениях дополнительного образования, которые достойно представили себя и свой город в различных сферах, такие как образование, культура, спорт. В 2016 году они завоевали более 120 различных наград, являются победителями и призерами международных и республиканских конкурсов, фестивалей, олимпиад и спартакиад. Чествование молодых талантам – это действительно добрая традиция, которую мы зародили несколько лет назад и будем поддерживать дальше. Сегодня эти детки, которые достигают каждого успеха в своем направлении, приносят гордость и славу нашему городу, а некоторые даже на международной арене выступают. Поэтому мы однозначно будем их поддерживать. Так как и поддерживаем клубы, поддерживаем коллективы, так и хочется сказать слова благодарности этим детям, то есть именно в этой торжественной обстановке на сцене. Официальная церемония награждения «Одаренной молодежи» – «Молодые таланты Пинска» 2016 состоялась до нескольких дней до Нового года в кинотеатре «Победа». Сначала награды были вручены лучшим в номинации за достижения в учебно-творческой деятельности. Как правило, это учащиеся школы и гимназии города, победители учебных олимпиад. Были также отмечены ребята и коллективы в номинации за творческие достижения. Одна из них – Юлия Горбачевская, участница студии эстрадной песни «Лик» Городского дома культуры. Я участвовала в конкурсе «Мировые таланты» в городе Москве. Заняла второе место. И, конечно, для меня это огромное достижение. Это маленькие шишки в моей деятельности. И хочу, наверное, сказать, что всем в своих достижениях надо не останавливаться, идти вперед, вперед, вперед и верить в себя. За спортивные достижения – еще одна номинация, в которой участвовали лучших по итогам года спортсменов. Награду достоилась сборная команда по футболу среди юношей 2000 года рождения с дюшор номер 3, а также воспитанники с дюшор номер 5. Среди них тяжелоатлеты Дмитрий Проц и Владислав Грудовик. В этом году мы только в основном участили. Вот я, вот, на ОДН. Я стал вторым, второе место занял. Все, других соревнований только мне было. Я победил на Спартакеаде в июне, которое проходило в Гродно. Готовились мы, можно сказать, с сентября около полгода. Ну, было тяжеловато, конечно, соперники были сильные. Старались. Поднимались на сцену и воспитанники городского клуба «Каратедо Эдельвейс». 2016 год для клуба оказался очень удачным. По итогам перенца Республики Беларусь Эдельвейс стал лучшим в стране. Очень приятно, что в канун Нового года 2017-го в подведении итогов номинации «Молодые таланты» нашего города шесть ребят нашего клуба попали, скажем так, в призеры этой номинации. То, что уже традиционно стало, наше присутствие, присутствие наших воспитанников на этом большом городском празднике, радует. Радует, потому что в этот результат вложена большая работа тренерского коллектива и самих ребят. Не забыли на церемонии тех, кто получает среднеспециальное и профессионально-техническое образование. Многие юноши и девушки стали победителями профессиональных и творческих конкурсов. Своё хореографическое мастерство проявила и Виктория Шалек из колледжа искусств. Это был международный конкурс в городе Бресте «Мы вместе». Танцевальный конкурс, вокальный и инструментальный. И я заняла первое место в номинации «Хореографическое искусство». Были отмечены также и авторы видеоролика «Молодёжь за чистый город», который провели социальный эксперимент. Поздравляли молодых представителей научной, творческой и спортивной элиты города, председатель Пинского госполкома Андрей Мулярчик и заместитель председателя по социальной сфере Марина Ковалевская. Они вручили 54 диплома и пожелали молодым людям творческого вдохновения, оптимизма и новых успехов. Вы смотрели новости региональных телекомпаний. Мы рассказываем только о самом важном и интересном, что происходит сегодня в регионах Белоруссии. Увидимся с вами ровно через неделю. Всего доброго. До свидания.